Всем привет! Пустые баночки декоративной косметики. Итак, давайте смотреть. И парфюмерия тоже себе. Первым делом я закончила от Стеллари пудру. Четвертый оттенок песочно-бежевый. И упаковку я оставляю. Я теперь кремовую румяна буду использовать в этих упаковках. Как только они будут приходить в негодность, или как-то уже непрезентабельно выглядеть, или нужно будет другую помаду, я буду брать другую. Так же, как и с тенями по калюр B11. Я уже так поступила. В общем, сюда я добавила помаду, которую сомневалась, надо или нет. Она достаточно такая кремовая, нефиксирующая. И, в общем-то, вот такой у меня эксперимент сейчас так. Далее. Отнесла в декоративную косметику. Не знаю почему, а теперь вспомнила почему. Потому что я в упаковку от декоративной косметики в баночку засунула остатки этого продукта. У меня таких два. И они у меня уже очень давно. И я один вот дорасходовала. Но там очень много еще внизу. И поэтому я переложила. Итак, следующая четверка пустых баночек, которая не совсем честная. Например, вот прям сейчас вот взяла, чтобы показать. Первый продукт это хайлайтер. Вот он у меня. Вот так вот выглядят эти остатки. Но уже упаковка мне точно не нужна. Я перепрессовывать, переливать в помады точно никогда не буду. Мне не нравится этот сам формат, сам вариант. И вообще я этим не пользуюсь. И три помады, которые у меня перекочевали в упаковочке, которыми я теперь пользуюсь как кремовыми продуктами для лица. Кстати, вот помада, которая внизу как карандаш. Я вынимала, продвигала этот стик. Она мне стала разъедать губы. А вот на щеках все нормально. Ну, как не разъедать. Вот знаете, как ананас покушаешь, а он так чуть-чуть пощипывает. Вот что-то типа такого. Так что, наверное, столько косметики хранить нелогично, как я это делаю. Следующий продукт это тушь, которая была в чемодане. От данной фирмы. И, в общем-то, она уже подсохла, засохла. Я ее использовала по максимуму. Но там силиконовая кисточка была достаточно тяжело. Ну, в общем-то, что могла, все закончила по полной, скажем так, программе. Но с тушью у меня никогда не бывает, что у меня там все, все донышко я там выцарапала. Она просто засыхает. Следующий продукт это трешка хайлайтеров, которую я выброшу. Ну, вот эту палетку. Не буду в нее добавлять румяных, кремовые, потому что сама упаковка картонная. И это все очень-очень-очень быстро загрязнится. Отмывать в картонной упаковке это еще приключение, скажем так. Ну, плюс она потерлась в плане краски, которая была нанесена на картон. Так что с этим продуктом просто и легко. У меня был один перепрессованный продукт, который нужно было закончить сразу. Изначально они занимаются вот этой ерундой, оставлять какие-то дырочки, какой-то project pen задумывать. Ничего из этого хорошего не вышло. Все это меня безумно сейчас раздражает. Эти все дырявые какие-то косметические продукты, которых у меня целая коробка, которые нужно использовать, а руки к ним не тянутся. Сначала выковырнула это 5 рефильчиков, которые закончились. Один единственный из них от Stellar. А потом просто на это махнула рукой, скажем так. Хотела другое слово применить, но нельзя, нельзя. И вот так выглядит моя ведущая сейчас основная палетка. Как вы видите, тут остатки от двустороннего скотча, также рефилы, которые по углам там что-то осталось. Не знаю, буду ли я это использовать. И хватит ли мне этого, может быть, как-то скомбинирую. Ну, видите, уже и донышки, и дырочки. Только два оттенка я совершенно не трогаю. Это темно-фиолетовый и вот такой вот какой-то пыльный, темно-пыльная роза. Все остальные у меня либо доиспользованы, либо вот в таком состоянии. Я думаю, что с этой палеткой я очень быстро справлюсь. Главное, что я ею пользуюсь. Ну, я на самом деле ей пользуюсь. Я оставила... Я тут, в общем-то, еще и расслаблением занялась. Я видео сниму, ну, снизу, выложу, точнее, да, доснимаю. И, в общем-то, я еще просто не собралась с мыслями. Может, еще что-то дополню, наверное, пересниму. Так, и переходим к ароматам. Итак, первый самый такой странный аромат – это одеколон шипр. Зашел прям на ура. Я даже не думала, что я его использую по прямому назначению, как одеколон, скажем. Ну, как парфюм. Я думала, что я его использую как одеколон. Далее аромат мантейн пеппер. У меня их два. Один у мужа, один у меня. И, в общем-то, как бы, я думаю, что я еще один себе куплю, потому что у мужа еще больше половины. Ну, это еще и бюджетная такая относительно парфюмерия. Ну, вообще, если честно, я даже не поняла, как я его закончила. Вот у меня такое бывает, когда я не беру свою косметичку аромата, потом его заканчиваю. Просто потому, что к нему безумно тянутся руки. И я вроде бы, ну, как бы, я понимаю, что я им пользуюсь. Но в то же время я не замечаю этого расхода. Я им, вот знаете, что-то наподобие. Ах, сегодня воспользуюсь, и все. А завтра я опять вернусь к своей косметичке. А по факту потом, хоп, и, ну, что-то не пшикает. Ты смотришь, а он пустой. Следующий аромат софт маска. Силки от Avon закончился. Ну, маленькое черное платье. Фейковый аромат. И от Уса табака аромат закончила, да закончила. В общем, хотела его взять с собой, но я, если честно, забыла. Потом посмотрела, понюхала. В общем-то, аромат мне не сильно нравится, поэтому я его не стала, так сказать, использовать вне дома, чтобы еще мучить себя и, так сказать, не наслаждаться. Итак, из всех пустышек у меня остаются на моем косметическом столе только два продукта. Это палетка от пудры и палетка от румян, которые уже наполнены. Все остальное идет в мусорку. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok